в этом смысле домашнее задание самый важный навык начальной школы только два самых важных навыков вообще во всей школе есть и в начальной школе в том числе два важнейших навыка кроме тех что мы здесь поговорили конкретно это делать домашнее задание самому полностью самостоятельно второе то что это обеспечивает самостоятельности возможность учиться в принципе возможно что-то делать и второе это читать вот два этих ключевых навыка позволяют ребенку дальше учиться писать кстати не обязательно считать хорошо не обязательно чтение и выполнение чего-то самостоятельно позволяют нагнать даже пробелы если такое желание есть либо хотя бы внешние принуждения ну что ж в чем цель домашнего задания не успеваемость не закрепление навыка все это тоже есть самостоятельность ребенка нужно приучить к тому чтобы он делал сам поэтому делать с ним бесполезно заставлять бесполезно но вы скажете а если я не буду его заставлять он не будет делать это тоже верно поэтому есть кроме этих двух путь путь третий про который мы сейчас поговорим шкала самостоятельности ребенок может вообще ничего не уметь делать самостоятельно это ужасно планировать на один-два дня как большинство людей в мире которые готовятся к сессии в последнюю ночь сдают отчеты последнюю ночь у нас страна мир цивилизация дедлайнов почему на всех mba на всех факультетах управления пишут проект дробится на части и у исполнителей выжимается с костями и кровью по кускам проект потому что если вы оставите на год человека с написанием книги или диплома если не будет промежуточных сферах научного руководителя и так далее он будет написан этот диплом за одну ночь потому что большинство людей планируют на одну две-три ночи уровень хорошего обычно спектр на две-три недели не планирует планировать на годы умеют единицы это люди которых вы все знаете они богатые они может быть не самые умные не самые одаренные не самые трудоголики они планируют вперед и делать правильные действия важнее даже чем делать действия правильно заповеди домашнего задания друзья мои сфотографируйте запишите первое самое главное делать самостоятельно потому что это вырабатывает привычку и навык делать самостоятельно делать добровольно то есть ребенок сам садится без принуждения сам выбирает время и делает иначе если вы будете его заставлять как с армией да он будет бегать 20 километров но что это будет стоить если через пару лет он не сможет приближать и пяти больше он по 20 лет бегать не будет как только армия закончится все дембель больше можно не бегать делать в день когда задают это увеличивает горизонт планирования и ребенок по свежему материалу который он понимает делает домашнее здание и повторять накануне чтобы возобновить эти актуализировать эти знания чтобы потом новые знания наложились на эти старые время для уроков ребенок выбирает и контролирует сам как и сам делает и сам проверяет домашнее задание